В доме номер 4 военного городка Жогино протекает кровля и швы между стеновыми панелями. В квартирах, по словам жильцов, постоянная сырость. Протекает кровля и в доме номер 3. Вне зависимости от того, в чем ведение находится, в чьей собственно находится жилищный фонд, люди должны быть обеспечены комфортными и безопасными условиями для проживания. Представители управляющей компании «Славянка» сказали, что ремонт кровли возможно сделать только в теплое время года. Он будет начат в ближайшее время, а закончен в конце мая. Пять лет назад в доме номер 1 городка Жогино был сделан капитальный ремонт. Сегодня стены подъездов покрыты трещинами, в некоторых местах отвалилась штукатурка, разбился кафель на крыше, отошел водоотвод. Инспектор приняла жалобу жителей. Конечно, вопросов очень много проблем. Но в работе «Славянки» намечаются положительные тенденции. Например, на некоторые предписания, выдаваемые жилищной инспекцией, все-таки начались реагирования. Пускай не все, далеко не все нарушения, но начались они устраняться потихоньку. Затем делегация отправилась в микрорайон Тимонова. Поступили жалобы от жильцов дома номер 34 на то, что в подвале стоит вода, а стены подъездов нуждаются в ремонте. Но обвинять только управляющую компанию не приходится, ведь ее сотрудники вряд ли делали на стенах эти надписи. Силами управляющей компанией до 1 июня в подъездах и подвале будет сделан ремонт. Для контроля всех выполненных работ летом пройдут дополнительные проверки. В них, наряду с коммунальщиками и представителями госжилы инспекции, примут участие местные жители. Юлия Беспалько, Евгений Корнилов, Солнычногорское телевидение, информационная программа «Наше время». Продолжение следует...